ТОРНАДО ЭНЕРЦИ! ТОРНАДО ЭНЕРЦИ! ДУ ДАМЕЖ! Если ты реально любишь World of Tanks, играй на Powered Win и выигрывай деньги и призы каждый день. Шанс выиграть любой танк за 200 рублей или горы золота за 100. Бесплатные монеты каждый день. Ссылка в описании. Всем привет, ребят. Тут пару дней назад целый локалмотив с хайповой темой проезжал. Я как бы его видел, но на него не успел. Хотя вроде бы все и было. И билет, и материал, и видосик подготовил. Но до конца записать не получилось. Так что, ребят, спустя пару дней поднимаем вопрос. Будем с вами сейчас обсуждать и я выскажу свои мысли по этому поводу. Сразу говорю, у некоторых из вас, как всегда, появится ощущение, что я опять заступаюсь за картошечку. Сразу говорю, это не так. Почему это не так, я объясню в видео. Но прежде чем объясню, наверное, поясню. Я долго думал, для кого я снимаю видосы. И я вдруг осознал, что когда я делаю видосы, я думаю о том, как на него среагируют хейтеры. Ну, то есть, что они мне, какие гадости напишут. И я для себя принял решение, что я делаю, в конце концов, видосы не для хейтеров, а для подписчиков своего канала. И именно на них я и буду ориентироваться. Они любят послушать всякую интересную информацию. В общем, давайте начинать. О чем я хотел рассказать вам. Значит, всплыла такая неприятная достаточно тема. Она реально неприятная. Дело в том, что это факт. Это реально факт. Вы сами можете проверить. Значит, азиаты не очень-то соблюдают правила игры в World of Tanks. Правила игры эти касаются, в первую очередь, использования запрещенных модификаций, само собой. Ну, и сразу же первый момент. Ха! Какое удивление. Азиаты используют запрещенные модификации, читы и так далее. Я, насколько знаю, именно на их регионах, не только в танках, очень популярны именно вот такие вот, скажем так, не самые честные способы игры. При этом сами по себе азиаты достаточно хардкорные игроки-то. То есть, у меня здесь как бы немножечко логика заходит в тупик. Но по информации, которую я пособирал в интернете, как раз-таки так все и происходит. В общем, почему тема окончательно и бесповоротно доказана? Значит, есть такие аналоги, соответственно, к Twitch. То есть, ну, я знаю, вы даже Twitch не знаете. Большинство из вас не знает, что такое Twitch. Twitch это, скажем так, платформа, которая создана исключительно для стримов игр. Там сейчас, правда, разрешили стримить всякую другую ересь, типа видеоблогов своих. Но раньше только игры можно было стримить. В последующем сделали на Ютубе ей аналог Ютуб Гейминг. Но им, опять же, никто не пользуется. Все смотрят на обычном Ютубчике-стримчике. Хотя Ютуб Гейминг это как раз-таки платформа для стримов. И, в общем, у азиатов, у них там вообще всегда своя атмосфера. У них есть на все свои аналоги. У нас есть, ну ладно, ВКонтакте тоже скопипастили, скажем так. Не наши идеи, если я не ошибаюсь, это, опять же, как вам, Фейсбук скопировали просто. Ладно. В общем, на любой месседжер, на любую программу, на любую игру у них есть своя версия. Своя азиатская версия. Причем надо понимать, да, что азиаты это не только китайцы, да. Их там на самом деле очень много в азиатском регионе. И это, само собой, как говорится, стереотипы, это не касается всех абсолютно, всех азиатов, да. Здесь, конечно же, в первую очередь, наверное, я когда говорю, я подразумеваю в голове где-то китайцев. Но хотя там и японцы достаточно, вы знаете, посмотреть их шоу, они упоротые люди. Ну или, по крайней мере, у них своя какая-то атмосфера. Потому что то, что для нас, как говорится... Помните вот эту поговорку? То, что русскому хорошо, то немцу смерть, да. Вот примерно то же самое можно и про японцев сказать. Короче, внезапно у них есть свои стриминговые платформы, где у них точно такие же люди, вот как я там, да, стримят, сидят танки и другие игры. И, соответственно, тоже там у них какие-то менюшечки, плашечки. Они вообще любят, чтобы у них все везде красиво было оформлено. Ну, как красиво. Я это называю колхозным тюнингом, но у них вот чем вот наворотов больше, тем оно лучше. Оно, кстати, игр касается в азиатских регионах, скажем так. Так вот, ребята там вообще сидят, не заморачиваются и прямо стримят игру с запрещенными модификациями. Я сам посидел, посмотрел. Ну, в общем-то, я не увидел каких-то там кучу запрещенных модификаций, да. Одна из самых популярных, наверное, которая больше всего бросается в глаза, она прям реально ее видна, это запрещенные модификации на отключение растительности. То есть, ну, чтобы сквозь кусты было можно видеть противника без проблем. Также они используют всякие запрещенные модификации, которые показывают разрушенные объекты на миникарте и на карте. В общем, вот такие вот. К слову сказать, даже в нашем ру-регионе вот этот мод, который делал листву прозрачной, он не всегда был запрещен. То есть, даже я вот сейчас вспоминаю, то ли в 2010, то ли в 2011 году я сам с таким модом катал. Но не потому, что мне от него какое-то преимущество нужно было. Тогда у VG настолько было интересно сделано общение игрока с растительностью, что при некоторых настройках графики растительность и сама и так по себе исчезала. Поэтому в этом моде не было никакой необходимости. Я его ставил, потому что игра была песец неоптимизирована. Калькуляторы, ну, и я играл в том числе с такого древнего калькулятора в эту игру, что для повышения FPS, чтобы меньше картинка дергалась, просто убирали листву. Но не для того, чтобы иметь какое-то преимущество, тогда об этом никто не думал. Именно для повышения FPS. Потом уже разработчики добавили этот мод в список запрещенных. Причем самое интересное, что, например, была вот эта вот путаница, что в Европе, например, был запрещен всегда мод, показывающий направление на стволов на миникарте, куда противники смотрят. При этом какие-то там модификации, которые у нас были запрещены, там не были запрещены. Короче, вот такая вот билиберда, я это точно знаю, потому что я когда модпак делал там для евро, да, мне приходилось некоторые моды просто из модпака выпиливать, потому что для них это были запрещенные модификации, хотя у нас они были вполне официально разрешены. Вот сейчас где-то год назад, что ли, ВГ навели порядок в этом отношении, молодцы, они для всех регионов сделали одинаковые правила. То есть то, что запрещено у нас, то запрещено и на всех других серверах, это правильно. Но только почему-то на азиатских серверах, когда у нас банят по 18 тысяч человек за использование запрещенных модификаций, там банят там, ну, 300 человек, ну, 500, вот так. То есть цифры вообще несовпоставимые. При этом у них в открытую люди сидят и стримят игру с читами, и их никто не банит. То есть там по 3 тысячи человек, я видел, сидят, смотрят. Но у нас часовые пояса разные, поэтому, ну, понятное дело, да, что может быть там не прайм-тайм, потому что, ну, вообще у азиатов хороший онлайн обычно. На стримах там по 40, по 100 тысяч человек могут сидеть. Я, правда, таких не ловил, которые вот с таким онлайном сидели бы на запрещенных модификациях, но сам факт, то, что там хорошо стримы заходят у них, это да, и это такое есть. Я смотрел стрим какого-то мужичка, он сидел, чувствовал, что он матерился, ну, по крайней мере, у него бомбило жестко, он курил в кадре, да, у нас такое вроде бы как сейчас не очень поощряется, ну, и играл на запрещенных, то есть полный набор, и его смотрело что-то 3,5 тысяч человек, в общем, вы поняли. И возникает вопрос, почему им можно, почему с ними ничего не делают, а у нас, скажем так, ну, вроде как видно, что борются. Хотя сейчас опять же в комментариях понапишут, что нет, никто ничего не борется, там списки не вывешивают, вот и так далее. И давайте сейчас не будем эту тему поднимать, потому что эта тема под каждым видео, где я поднимаю вообще любое слово, прям ключевое слово запрещенной модификации, бан, он сразу в комментариях пошел, пошел, всякие заговоры и так далее. Все, проехали, сегодня видео не про это. И, в общем, ребят, вот так вот 8 минут введения, да, ну, чтобы вы лучше понимали ситуацию, я не люблю краткость, краткость не моя сестра, у меня нет сестры краткости, вот, чтобы вы понимали. Ну, я думаю, за 4 года уже многие это поняли. Так вот, значит, почему, возникает вопрос, да, почему нам нельзя, а им можно? То есть, ну, как-то несправедливо, да, вам не кажется? Вот мне тоже кажется, что несправедливо. И, в общем-то, ребят, давайте разбираться, и тут у меня только одно мнение, может быть. Да, это несправедливо, и так не должно быть, и ВГ должны с этим что-то сделать. То есть, они должны как-то повлиять на азиатский, так сказать, свой рынок, чтобы вот оттуда убрать эту заразу, чтобы, ну, я не знаю. Такого быть не должно. Почему они не могут прям вот сделать вот как у нас, да, раз там, и сами войти и сказать, все, сейчас мы тут порядок наведем. Азиатский рынок, он собака специфичен. Если вы знаете, как продвигаются игры на азиатском регионе, то вы отлично знаете, я сейчас просто для тех, кто, может быть, ну, кто-то гуглом не умеет пользоваться, ну, или лень, им вообще это было не нужно, поясню немножечко. Вы крупный издатель игр или просто частный предприниматель, да? Вы не можете прийти на азиатский рынок со своей игрой. Вы обязательно, вашу игру должен распространять азиатский, азиатская компания или азиатский представитель, я вот в тонкостях не разбираюсь. Это вот как я в Турцию ездил, там, лет 10 назад, там ввели закон, что все гиды, даже русскоговорящие, должны быть обязательно турками. Ой, как я перестал любить исторические экскурсии на ломаном русским, когда я ни хрена не понимал, что они объясняли. Хотя я в какой-то момент застал там еще период, когда гиды были именно вот не просто русскоговорящие, а именно, ну, славяне. И, в общем, возвращаемся к азиатам. Азиатский рынок, он собака очень вкусный. Там большое количество игроков, это миллиарды игроков, они хардкорные, и при этом эти игроки любят донатить в игры. Поэтому любой издатель очень хочет попасть на азиатский рынок. Но сам он там распространять свою игру не может, поэтому он обращается к азиатским партнерам, которые начинают диктовать ему правила. Я уж не касаюсь тех моментов, что многие из них просят предоставить исходный код игры. А вы сами знаете, что такое китайские подделки. Отдал им исходный код, еще не факт. Поэтому могут еще и копию прям понаделать игры. Ну ладно, это не наши заморочки. Это я просто объясняю, как сложно выходить на азиатский рынок. Вот. И они начинают диктовать правила. Обычно это выглядит так, как у вас есть машина в базовой комплектации. Вот я, чтобы вы лучше понимали пример. И они начинают просить вам поставить туда большие желтые лопухи спарка, поставить синие писалки, которые брызговики на лобовое стекло, поставить там, я не знаю, затонировать стекла в нуляк, причем лобовое. Музыку туда понапихать, причем, знаете, врезать прям в металл, чтобы металл звенел, а никак не рассчитывать акустическое вот это звучание и все остальное. Глушак, тупо насадку насадить, какую-нибудь перделку, а не высчитывать звук. В общем, то, что у нас называется колхозным тюнингом. Вы и сами посмотрите, что у них происходит, да. Какие-то танки вводят, которые вообще к историчности никакого отношения не имеют. Вот эти танки Валькирия, вот и все остальное. При этом у азиатов еще есть такой интересный менталитет. Я не знаю, можно это к менталитету относить или нет. Они очень любят выеживаться деньгами. То есть для нас, например, для европейцев, для русских, да, для вот нашей Европы, ну, в общем, для Европы, свойственно такое отношение, что мы можем столько же денег влить в игру, сколько и, допустим, азиат, только мы как-то, ну, стараемся это сильно не афишировать. А у них, если ты слил 10 тысяч долларов в игру, да, то у тебя должно быть видно, что ты 10 тысяч долларов в игру влил. Поэтому у них есть и всякие Тайпы 59, Голд, всякие Альпийские Тигры. Поэтому там и продаются танки 10 уровня за Реал, который у нас только за ГК можно получить. Там еще есть премы 9 левела и так далее, и тому подобное. В общем, азиаты очень любят. Вот если бы была возможность у них просто написать на танки, этот танк стоит 10 тысяч долларов, они бы с удовольствием такие танки покупали. Ну, не все, конечно, а те, у кого есть деньги. Но, в общем, менталитет, вы понимаете, очень любят выеживаться. И это не только в играх, это и в одежде, и во всем остальном присутствует. В общем, вы понимаете, очень любят выпендриваться. И выставлять свой доход, или то, что они смогли внести в игру, или в себя вложить кучу денег, они любят это выставлять на показ. То есть сейчас мы с вами подходим к тому, что азиаты, это вообще у них просто своя атмосфера. Вот это очень хорошо характеризует их регион. И поэтому ВГ нужно на своего азиатского партнера, который, судя по всему, просто-напросто забил болт на все эти запрещенные модификации, как-то поднадавить, как-то поднадавить, найти диалог. Они не могут прийти и ультимативно, это мое мнение, то есть это лично мое мнение, что они не могут прийти и сказать, а ну-ка быстро навели здесь порядок. Потому что им скажут, да, у нас тут все играют, у нас тут 99% используют запрещенки, мы не можем сейчас потерять 99% аудитории, типа, и они уйдут в другую игру, где не блокируют запрещенные модификации. Что ж вы будете делать? В общем, я думаю, там будет сейчас интересный диалог, и ВГ обязательно нужно с этим что-то делать. Но опять же, когда это произойдет, мне лично все равно. Знаете почему? Я никогда не буду играть на азиатском регионе, у меня туда пинг плохой. А, я имею ввиду не играть в танки. Вот. Поэтому меня это мало касается. И на самом деле, тема меня интересует только с точки зрения какого-то вот расширения кругозора, то есть вот узнать, почему так происходит, откуда ноги растут, вот и в принципе я вам рассказал. Ну и опять же, ребята, у меня здесь однозначная позиция, что с этим нужно бороться, потому что пока есть рынок, куда можно продавать запрещенные модификации, до тех пор эти запрещенные модификации будет выгодно делать. Пока их будет выгодно делать, они будут на всех регионах, их будут игроки использовать. Как только это станет невыгодно, то есть, ну скажем так, неликвидно, в этом случае количество запрещенок как минимум должно сократиться. Но это мое мнение. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.